добрый день добрый день друзья и мы с вами сегодня проведем последнее занятие в таком цикле лекции о синтаксисе пунктуации это собственно краешек дальше мы уже переходим к тексту и ко всяким таким связанным с ним вещам и наша сегодня наша сегодня тема способ оформления чужой речи как можно чужие какие-то высказывания вставить собственное каким образом можно связать их между собой как это все оформляется на письме ну начнем с определения нашего понятия что такое чужая речь вообще что под ним подразумевается до этого сказывания других лиц включенные в авторское повествование но тут нужно отметить кто такие эти другие лица во первых мы можем как чужую речь оформить свое собственное высказывание это может быть высказывание кого-то стороннего третьего лица это может быть какой-то внутренний монолог мысли героя до которые не высказываются никаким образом это могут быть звуки природы да какие то вот просто различные звуки которые будут фонетически оформлены также как речь звуками названы это могут быть звуки животных самых разных то есть в общем достаточно широко тут понимается важно так что есть существует некая граница это говорю я а это говорю это звук принадлежит кому-то иному вот эта граница нам все равно есть и как же ее можно оформить все зависит от того до какой степени мы хотим сохранить во первых оформление то есть интонацию какие-то стилистические особенности и содержание о чем собственно речь идет чужой речи в какой мере мы хотим это все оставить неприкосновенным или связать со своей разумность эту границу и выделяют соответственно четыре основных типа оформления четыре основных способа оформления это прямая речь косвенная речь не собственно прямая речь и диалог я думаю что прямой речи косвенной речи диалоги вам известно той или иной степени да и собственно прямая речь я так подозреваю вы они возможно не слышали но не факт не знаю давайте все же разберемся как оформлять как функциональные знаки расставлять и как оформлять чужое высказывание внутри собственного ну начнем с прямой речи если речь идет если мы прямой речи да используем в своем тексте то суть ее заключается в том что у нас и содержание и форма чужого высказывания чужой речи перед сохраняется полностью то есть мы вот что нам сказано то мы и повторяем и закавычиваем да и отделяем каким-нибудь пунктационным знакам от собственного высказывания вот предложение из мертвых душ а вот бричка вот бричка встречал чичиков увидя наконец подъезжавшую свою бричку чичиков кричит да это говорит автор да вот бричка вот бричка произносит герой да чичиков и мы полностью в общем этот кусочек текста вместе с восклицательной интонации с восклицательным знаком просто помещаем в свою свою речь закавычиваем сейчас давайте разберемся с тем каких отношениях может быть чужая речь и собственная речь то есть что у нас там может еще начинаться условное обозначение правило буквой п большой записывают речь персонажа на прямая речь если у нас большой буквы или с маленькой и а буквой а большой или маленькой обозначают слова автора какие то могут быть соотношения ну во первых да есть такой вариант когда сначала нас идут слова персонажа а потом авторские какие-то от автора вместе с химти глаголом говорения да и мы передаем собственно вот сказать полностью и содержание и форму высказывания героя тут возможно три варианта при такой постановке знаков при таком расположении до частей предложения если предложение утвердительное то и заканчивается оно точкой если фраза которую произносит персонаж утвердительно заканчивается точкой то мы точку поставить внутри кавычка� причину от не можем потому что мы не можем фотографацию посередине предложения точка у нас на конца предложения продолжение продолжается поэтому в таком случае внутри кавычек не ставится ничего а за пределами кавычек ставится запятая то точка соответственно в конце предложения стать если Если высказывание персонажа завершается восклицательным, знакомым или вопротительным, то мы оба эти знака ставим внутри кавычек, никакой запятой будет не нужно, и будет стоять точка в конце предложения. Вот примеры, да, смотрите, как здесь я еще раз то, это предложение утвердительное, то есть, соответственно, отдельно мы бы это предложение записали с точкой на конце, точку здесь мы не ставим, ставим здесь запятую. Ну, а восклицательные и вопротительные знаки у нас внутри кавычек оказываются. Если же, в том случае, если предложение начинается со слов автора, а прямая речь следует затем, то в таком случае мы все делаем примерно так же. Да, авторская реплика с большой буквы, затем слова персонажа, прямая речь в кавычках с большой буквы. Опять же, если, в случае, если предложение вопросительное или восклицательное, то есть, там требуется на конце вопросительный и восклицательный знак, то эти знаки у нас будут стоять внутри кавычек, и запятой никакой не будет ни тут, ни тут. То есть, вот это будет как бы конец предложения. В случае, если предложение утвердительное, да, и там должна была быть точка, то точка ставится, но за пределами кавычек, как бы завершая все предложение в целом, а не только вот эту вот прямую речь, да, само вот это высказывание персонажа. Вот, вот здесь, да, утвердительное предложение, видите, и вот точка стоит тут, да, а вот восклицательное и вопросительное, знак, восклицательное, интонационный, да, знак у нас оказывается внутри кавычек без точки. Может быть такая ситуация, что слова автора будут разрывать речь персонажа, прямую речь, и тогда у нас получается вот такая схемка, да, сначала прямая речь, большая буква, потом слова автора, завершенной запятой, затем через тире опять слова персонажа с маленькой буквы. Понятно, почему здесь маленькая буква, потому что вот если мы вот эту вот всю часть уберем, да, которая касается слов автора, отделенных от слов персонажа двумя тире, ну, то мы увидим, да, здесь новое высказывание, спятая второе высказывание, да, и в конце точка. Если же мы разрываем словами автора чужую речь, и это будет не одно целиком предложение, а два разных предложения, то есть сначала одно предложение, потом слово автора, потом другое предложение, то у нас получается такая картина, кавычка открывается, да, потом слова персонажа, авторская реплика, тут стоит точка, это точка, которая должна была бы стоять здесь, да, она ставится после слов автора, затем тире, и с большой буквы следующая фраза персонажа. Точно так же здесь, кроме запятой, может стоять вопросительный знак и восклицательный знак, да, и в таком случае здесь тоже у нас будет точка всегда, потому что это значит, что если здесь вопросительный и восклицательный знак, значит, что предложение закончилось, значит, точка должна быть тут. Ну и видите здесь примеры, как вашей милости будет угодно, коли высечь, то и высечь, это целостное предложение, которое разрывают авторские слова, поэтому у нас здесь запятая, здесь запятая, а здесь у нас ситуация такая, тише, это одно предложение, да, такое вот, и второе предложение, «Отец болен при смерти и желает с тобой проститься». Это следующее предложение, поэтому здесь стоит точка, разрывающая. Может быть такая, наоборот, да, ситуация, что сначала идет авторская реплика, авторская фраза, да, потом он цитирует персонажа, да, чужая речь, дальше следует, а после этого предложение еще продолжается, то есть как бы чужая речь вклинивается внутрь авторской реплики, как бы, да, зеркальная, зеркальная ситуация, то в таком случае у нас будет авторская реплика, двоеточие, пошла прямая речь с большой буквы, либо завершенная каким-то интонационным знаком, либо ничем, да, если там нет вопросительной или восклицательной интонации, должна была бы быть точка. Точка не ставится, запятая тоже не ставится, и далее следует через тире продолжение слов автора. То есть, по сути, вот это вот двоеточие тире, вот этим мы как бы отделяем от авторской фразы слова персонажа. Давайте рассмотрим предложение. У вас, возможно, заметили, что здесь есть запятая, которую в схеме нет. Почему она здесь? Видите, да, что здесь в данном случае авторские слова автора – это предложение сложного подчиненного. Когда он шептал, ему становилось легче. Поэтому запятая здесь будет не в связи с прямой речью, да, а в связи с разделением двух частей сложного предложения. Так, значит, тут основа автора, двоеточие, потом реплика персонажа законченная восклицательным знаком, запятая, потому что этой части надо отделить, да, и через тире продолжается авторская реплика. А тут вот, да, запятой нету, потому что вскрикнуло и упало однородное, однородное сказуемое, соединенное союзом, и между которыми не нужна никакая запятая. Тут есть еще один вариант, еще несколько совсем-совсем сложный и интересный. В том случае, если мы сначала говорим от автора, у нас здесь будет, да, вот этот глагол «говорение», промолвил вслух, дальше идет реплика персонажа, тут как бы я, да, от первого лица, затем ее прерывает внутрь вставлена авторская реплика, которая содержит в себе другой, да, глагол, уже, да, другой глагол «говорение», в данном случае прибавил. То, получается, после этого глагола опять нужно двоеточие, тире, и вот так вот, в общем, получается вот такая схемка. Но это только в том случае, если в словах автора, в словах автора включают в себя два глагола «говорение». Видите, вот здесь, например, только один «говорит» или тут «отвечал», а вот здесь «промолвил», «прибавил», поэтому нужно после каждого глагола «говорение» ставить двоеточие. Вот, получается, прямая речь таким образом оформляется. Мы смотрим всегда, что у нас в начале, что в конце, как они относительно друг к другу помещены, прямая речь и слова автора, и, соответственно, расставляем знаки таким образом. Следующая тема, следующий способ оформления чужой речи – это косвенная речь. Что такое косвенная речь? Это тот способ оформления прямой речи, чужой речи, при котором мы помещаем ее как бы в предаточное предложение и сохраняем только содержание, убираем интонацию, убираем какие-то особенности произносительные, стилистические. Мы просто как бы пересказываем, в чем суть реплики персонажа. Вот здесь прямая речь, мы здесь видим эту четкую границу между речью автора, отделенную двоеточием, кавычками, и речь персонажа. Если мы хотим передать чужую речь при помощи косвенной, то, соответственно, мы должны использовать какой-нибудь союз и пересказать содержание реплики, убрав, как вы видите, интонационную какую-то особенную. В конце предложения мы будем ставить точку. Так, вроде все должно быть хорошо. Итак, значит, мы выбираем союз в зависимости от того, какова цель интернация высказывания в речь персонажа. Да, если предложение вопросительное, то у нас там будут какие-нибудь местоимения, наречия, кто, что, какой, когда. Я спросила, когда отправляется поезд, какой отправляется поезд, где отправляется поезд, отправляется ли поезд, почему отправляется поезд и так далее. В побудительных предложениях приобретается союз Будто. Приказал, чтобы подняли флаг. По истовательных союзу что? И Будто рассказывал, что видел. Рассказывал, Будто видел. Такой союз будет указывать на то, что эта информация непроверенная, возможно, неправдивая. Интересно, в этом плане, наверное, нас часто ругают за использование частиц типа и как бы. Да, он типа говорит, она как бы заболела. И часто, ну, конечно, это как слово паразит, оценивается, засоряющая нашу речь. Ну, вообще, если пригодится к этому слову паразит, мы увидим, что передает некоторый существенный смысл. Оценивание чужого высказывания. Как бы тут, соответственно, возникает такая идея недоверия к сообщаемой информации. Она такая не очень надежная, возможно, неправдивая. И мы этой частицей как бы маркируем. Вот это вот я говорю, и вот за это я отвечаю. А дальше идет уже какая-то информация, полученная из непроверенного источника. И она вот, она типа как бы вот такая вот не вполне вызывающая доверие. Я к ней уже отношения не имею. Такая вот, в общем, все, что мы делаем, на самом деле, в языке, даже если нас за это ругают, даже если это норма литературной речи, это не одобряют, но, знаете, мы всегда это делаем не просто так. У каждого элемента в языке, даже самого некрасивого, есть какой-то смысл, какая-то причина. Вот эти частицы, в частности, нам пригождаются, на самом деле, хотя они как бы портят язык. Видите, я сказала, как бы, тем самым показав, что я с этим не согласна. Тем самым сказала, что нет, у них есть существенный смысл, и они полезны. Несобственно прямая речь. Что это такое? Этот термин сформулировал в свое время Михаил Михайлович Бахтин, философ, и цифровед, и лингвист. И это наиболее поздний, наверное, прием, способ передачи чужой речи, появившийся только в середине 20 века. В отличие от прямой косвенной речи, которая вполне себе древняя. Давайте посмотрим. Вот первое предложение. Друзья по Болевсиатре в один голос заявили. Очень уж понравился нам этот спектакль. Очень уж понравился. Здесь это прямая речь. Здесь у нас есть слова автора. Вот слова персонажа. Персонажа, персонажей. И сохранено все в высказывании. И содержание, и интонация, и какой-то вот необычный порядок слов, и какая-то эмоция. Все сохранено, в кавычки забрано, и вот как муха в янтаре сохранено. Прямая речь, да? Цифра 2. Здесь у нас что? Друзья побывали в театре, в один голос заявили, что им очень понравился этот спектакль. А здесь мы, видите, содержание передали, но утратился и необычный порядок слов, и частица уш, и ушла, да? И восклицательный знак в конце, интонация восклицательная тоже удалилась. То есть как бы так нейтрализовали мы это высказывание, сделали его таким абсолютно соответствующим нашему. Пересказали. Да, соединены здесь, и разъединены здесь наши речи и речь персонажей запятой, и их соединяет союз что? Да, плюс словоседное предложение по цели высказывания. А вот третий способ. Очень уж понравился им этот спектакль. Чья это речь? Кому принадлежит вот эта реплика? Формально это слова автора. Да, вот, вот, то же самое лицо, тот же самый говорящий, тот же самый наратор произносит вот эту речь, реплику и вот эту реплику. Да, они никак не разделены ни кавычками, ни союзами, не соединены. Да, но при этом мы видим разнородность, да, стилистическую вот этой фразы и вот этой. То есть здесь слова автора как бы уподоблены, как говорит персонаж вот это, и употреблен, но при этом автор как бы включает речь персонажа в свой текст, использует, да, при этом, вместо имени им, как бы, да, это я говорю, да, но сохраняя при этом вот все, да, все оформление чужой мысли. Вот это и называется несобственно прямой речью, да, это такой как бы микс из прямой речи и косвенной. И, смотрите, вот, например, из Астаевского, ну, на самом деле, расцвела пышным светом несобственно прямая речь, особенно именно в 20 веке, не случайно, собственно, не тогда было сформулировано это понятие. В прозе орнаментальной, там, Бабеля, другие писатели, начало модернистов, начало 20 века, там, Куприна, Бунина, она там вот просто вот расцвела. Ну, и у Достоевского, да, у классического писателя 19 века все же мы видим это. Вот смотрите, да, вот его комната, речь идет о Раскольникове, помните, да, ничего и никого, никто не заглядывал, это еще автор, даже Настасья не притрагивалась, но, господи, как мог он оставить, да, еще все эти вещи в этой дырье. Понятно, что это восклицание героя, да, это он в ужасе от того, что он там бросил вот это вот все добытое из квартиры, здорового приоценщица где-то там, да, то есть мы здесь внутри персонажа. Мы как бы смотрим на вещи его глазами, мы ужасаемся вместе с ним, хотя здесь, видите, использовано при этом из-заимения третьего лица, да, как будто это потом говорит именно сам автор. Ну, дальше как бы мы выпираемся из героя и дальше смотрим на всю ситуацию извне, да, с внешней точки зрения, смотрим на его поступки, на его действия. То есть вот это предложение, соответственно, выделенное жирным шрифтом, оно никак не отделяется, да, от авторского текста. Но мы таким образом как бы чувствуем, да, что думает, что переживает персонаж и, да, погружаемся внутрь его сознания. Таким образом, давайте подведем итоги, что здесь похоже на прямую речь. Здесь сохраняются все лексические, синдоксические особенности. Видите, да, здесь вопросительный знак, восклицательная интонация, самоустроение фразы, манера, эмоциональная окраска. Все это сохраняется так же, как прямая речь. Но при этом передается все это от имени автора и на синдоксическом уровне мы не выделяем, мы не говорим там, Родион подумал, о, Господи, как я мог отставить. Мы немножко переключаемся как бы между сознанием автора и персонажа. Вот, значит, не, собственно, прямая речь, это вот такой способ передачи чужого высказывания. Следующий способ это диалог. Если у нас два говорящих, то, соответственно, тут у нас будет диалог. Если несколько, то такое явление называют полилогом, но иногда просто диалогом как бы в широком смысле. Вот обмен, обмен репликами. Каковы особенности диалога? Мы, опять же, если вспомнить, да, вот эту вот классификацию, и форму содержания чужой речи здесь полностью сохраняются. И диалог отличается от, при этом, прямой речи, все же, хотя очень похож на нее, тем, что, возможно, диалог может полностью, в нем могут отсутствовать слова автора. Могут быть только реплики персонажей. Ну, и они отделяются, каждая, соответственно, начинается с новой строки и со знака тире. Вот пример из рассказа Бунина Руси, да, тут персонажи обмениваются репликами, и не говорится, кто автор какого диалога, какой реплики, потому что тут только два говорящих, и, соответственно, ну, просто можно так вот прикинуть, да, кто что говорит. В полилоге, конечно, избежать указания на слова автора уже сложно, хотя вот есть такой любопытный рассказ «Сорокина очередь», там как раз целая очередь, да, стоит и обменивается репликами, там не указано, кто произносит, потому что безумное количество народу, да, и все что-то говорят, и вот из этого, собственно, складывается текст произведения. То есть в художественном, в каком-то художественный прием может отсутствие слов автора использоваться и в полилоге, да, в таком случае мы как бы указываем на то, что, ну, не важно, да, кто это произносит, нам эти персонажи роли не играют, вот только вот их реплики играют роль существенно. Так, маленькое пояснение, касающееся условных обозначений, как записывать схему диалога. Здесь у нас R, да, может быть, большая, маленькая, это реплика персонажа, и A, большая, маленькая, это слова автора. Давайте посмотрим, какие там возможны варианты. Тоже четыре варианта, как и в прямой речи. Значит, может быть, такой вариант, когда у нас слова автора начинаются с большой буквы, далее следует двоеточие, и реплика персонажа начинается с новой строки и отделяется тире, да, от слова автора. Может быть, обратная ситуация, когда начинается все с реплики персонажа, которая либо завершается слицательным или вопросительным знаком в случае, если нужно, да, нам передать интонацию, и если она, если предложение утвердительное, повествовательное, то тогда в конце его ставится запятая, да, потом слова автора с маленькой буквы, заканчивающейся точкой. Ну, может быть, ситуация, когда реплика героя прерывается словами автора, и тут мы должны смотреть, чем, да, это два предложения или одно. Если одно, да, то есть в середине предложения находятся слова автора, то тогда будут две запятые, так же, как при прямой речи. Это отличие лишь в том, что тут вот тире, да, и по строчкам, да, расположены реплики. Вот как, например, здесь в повести Ася. Я здесь, проговорила Ася, какие-то выбиршись локтями на конницу, мне здесь хорошо. Да, здесь предложение, чужая речь такая, я здесь, мне здесь хорошо. И они развеяны запятыми, да, это как бы присоюзное сложное предложение. Ну, соответственно, вот эта запятая, которая была между двумя предложениями, она здесь, вот она тут. А в случае, если первое предложение заканчивается, потом слово автора, потом второе предложение, то оно может заканчиваться, опять же, восклицательным, вопросительным или знаком, или точкой. Ну, вот здесь вопросительный знак, это из мастера Маргариты. Тогда у нас будет реплика персонажа с вопросительным знаком. Это значит, что здесь у нас точно уже будет точка, да, не запятая, потому что здесь вот это предложение, оно законченное. Тут, значит, точка. И следующая, следующая часть реплики, следующее предложение спишется с большой буквы через тире. Ну, в общем, последний способ, все такими квадратиками. Последний способ сначала слова автора с большого буквы, в случае, если мы как бы прерываем авторскую речь репликой героя слова автора, затем следует двоеточие слова персонажа, которые пишутся, как в диалоге, да, через тире. Завершаются восклицательным, вопросительным знаком или запятой. И дальше реплика персонажа. О, спасибо за вопрос. Хороший. Может быть. Ну, у Тургенева это одно предложение, теоретически, конечно, может быть два. В таком случае, как у нас будет, в таком случае пофантазируем, да, здесь будет запятая, потому что предложение не кончается. То есть, здесь будет точка, ой, я показываю, не показываю, да, здесь запятая, здесь будет точка, а здесь все начнется с большой буквы. То есть, все зависит от того, насколько вот связаны между собой вот эти два высказывания. Если это целостное предложение, да, то есть, законченное с каким-то определенным смыслом, то тогда нам будет лучше поставить запятую. Еще последний раздел, в принципе, важный, да, потому что вы все, ребята, рано или поздно будете писать некоторые научные работы. Всегда для этого нужно будет читать какую-то литературу и, соответственно, оформлять чужие высказывания, вставлять их в свою речь. То есть, если романы в ряду, мы в основном порядке, там, пишем, да, и реплики персонажа, мы в ряду все будем как-то оформлять, то уж цитировать, без цитирования обойтись довольно трудно. Корректного цитирования. Ну, каким образом оформлять цитату? Цитату – это, в принципе, тоже чужая речь, да, это тоже реплика какого-то предшествующего нам человека, который нечто произнес, и мы должны это обязательно как-то маркировать, да, что это не наша мысль, не наша формулировка, а чужая. Как это делается? Значит, ну, возможно, в принципе, пять разных вариантов. Давайте мы их сейчас рассмотрим. Ну, первый вариант самый такой простой, очевидный, если… Это оформление в виде прямой речи. То есть, мы приводим высказывание кого-нибудь, сопровождая его словами автора. Там, Белинский писал, Герцин писал, Горький указывал, там, докладчик спрашивал, спросил. В общем, какой-нибудь… Мы вызываем имя автора цитаты и, опять, глагол говорения употребляем. И в таком случае, ну, тут, собственно, мы видим различные схемы, которые абсолютно ничем не отличаются от схемы оформления прямой речи. В этом случае, если у нас слова автора предшествуют прямой речи, если прямая речь, наоборот, предшествует словам автора и включает в себя восклицательный знак. Здесь разрывает цитату речи автора. И вот здесь, обратите внимание, такой яркий случай. Если в предыдущей, о чем мы говорили, в цитате Тургинева, действительно, можно было бы по-разному поставить знаки подпинания. Вот здесь только один случай, один способ, да, первым элементом литературы является язык. По сути дела, две эти части – это вот это целостное предложение, между которыми никак нельзя поставить запятую, поэтому нельзя поставить точку, и поэтому так вот это оформляется. Мы завершаем один кусочек чужой речи запятой, вставляем слова автора, опять завершаем их запятой и продолжаем реплику. Ну и возможен вариант, когда у нас авторская речь прерывается уже чужой. И, соответственно, вот смотрим, да, какие тут будут знаки. Но это не единственный способ, не только прямая речь. Во-первых, есть такая вероятность, что цитата нам будет нужна не целиком. Да, мы только какую-то часть будем приводить. Как в таком случае поступать? Если цитата обрывается, если мы начало фразы как бы опускаем, да, не используем, то в таком случае мы целую цитату начинаем с многоточия и дальше продолжаем с маленькой буквы. Если же мы эту фразу поместим перед прямой речью, то мы тоже поставим многоточие, и все равно тут уже мы будем все равно использовать большую букву, да, предложение с маленькой буквы начинаться не может. Ну и многоточие может быть в середине, в конце, да, как-то, чтобы уточнить, да, что именно мы вырвали, да, из цитаты какие высказывания. Может цитата быть оформлена как косвенная речь, да, то есть в составе предаточного. Вот так, например, здесь Ломоносов писал, что... В таком случае, обратите внимание, если это все у нас только... Если это цитата, это часть предаточного предложения, то мы начинаем ее, конечно, с маленькой буквы. Да, сравните, сравните. Ломоносов писал, двоеточие, кавычка открывается с большой буквы. Красота, великолепие, сила, богатство российского языка. Да, тут у нас все будет классическим образом. Да, а если мы на косвенную речь оформляем чужую речь, то маленькая буква, да, большая буква здесь будет уже невозможна. Хотя мы кавычками, да, деляем всем не менее чужую речь, показывая, что мы точно передаем содержание, да, не перевираем, не пересказываем, а именно вот слова, те же самые, да, в том же порядке употребляем. Может быть использована вводная конструкция. По мнению Ломоносова, с точки зрения Горького, по словам Пушкина, как считал Толстой и так далее, да, какая-нибудь вводная конструкция, да, или следует запятая, да, поскольку это вводная. И затем мы цитируем, опять же, с маленькой буквы и в кавычках, да, и в конце завершаем все это дело точкой. Вот это, кстати, как я замечаю, путают постоянно с прямой речью. Вот такие вот конструкции пишут, цитируют с большой буквы. Это ошибка. Как не делать? Наконец, последнее, в случае, да, когда мы пишем с вами сочинение, да, или какую-нибудь работу, которую нам нужно привести в качестве примера стихотворения, в качестве цитаты, то надо обратить внимание обязательно на то, чтобы по традиции кавычки при цитировании стихов не пишутся. Вне зависимости от того, это, например, эпидров, да, стихотворный, или просто мы приводим пример стихотворения, то кавычки не нужны. Мы ставим двоеточие, отделяя начало стихотворения, да, от слов автора. Если мы цитируем не сначала, то нам нужно будет многоточие. Затем ставим в конце цитаты запятую. Это та цитата, которая, это та запятая, которая на самом деле завершит вот этот причастный оборот. Вот она, запятая. Она отсюда как бы переместилась сюда. Затем у нас будет тире, чтобы отделить цитату от слов автора. И далее продолжается, собственно, авторская реплика. Да, обратите внимание, да, что эта запятая здесь совершенно необязательная. Она здесь, потому что нам нужно вот это вот закрыть. Здесь открыли причастный оборот, а вот он здесь фактически заканчивается. Так, что-то они там печатают. Так, ну и последнее. Да, мы можем, конечно, цитировать строчку, и в таком случае нам нужны, да, нам нужны будут кавычки. В таком случае никакой разницы между прозаическим и поэтическим цитированием нет, поэтому я этого не уточнял. То есть стихи цитируются без кавычек, только в случае, если они написаны, ну, в столбик, да, классическим образом. По традиции. То есть там дело не в стихах, а именно в способе написания. Давайте маленький практикум соотнесем предложение и схему. Подложение, как вы видите, не оформлено здесь в знаке чужой речи. Поэтому нам нужна ваша задача расставить их самостоятельно и подобрать подходящий способ. Пишите один, и там буква правильного, буква схемы. Пишите один, и там буква правильного. Здесь у нас слова автора, которые разрывают предложение на две части. Вот есть первое, предаточное, вот оно, главное, соответственно, запятая, запятая. И здесь, соответственно, должны быть два тире. Так, ага. Второе. Два, два Г. Так, конечно, да, здесь вот у нас слова автора. Далее следует поставить две точи и в кавычках с большой буквы прямую речь заключить. Да, и так. Хорошо, два Г. Смотрю. Три. Конечно, здесь предложение утвердительное. Часть истина всегда в соответствии с совестью. Соответственно, оно будет в кавычках. После кавычек нужно поставить путь запятую, тире и слова автора. Молодцы. И последнее, 4В. Да, здесь в данном случае слова автора прерываются, вставленные внутрь конструкции, да, содержащие в себе прямую речь. Вот оно, да, всякая индивидуальность, есть результат социальной группировки. И далее следует тире и, собственно, слова автора. Понятно, почему и здесь после прямой речи не нужна никакая запятая. Учитель процитировал слова Горького и этим, закончив свое выступление. Мы можем вообще выбросить, да, из предложения прямую речь и видим, что здесь будет два однородных сказуемых между Соединенным Союзом и Одиночным, да, между которыми никакие знаки не нужны. Поэтому у нас остаются только те знаки, которые связаны с прямой речью, две точи и тире. Та, спитые не ставятся. Так, что значит тогда Б? Так, все правильно. 4В. Ну, в общем, спасибо. По-моему, все правильно написали. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вы при своих письменных работах все будете цитировать грамотно в соответствии с требованиями функционными. И, ну, а может быть, кто-то напишет еще и роман, где бы, соответственно, персонажем вы обменивались какими-нибудь репликами. Спасибо. До свидания. До следующей субботы. До свидания. Продолжение следует...